приветствую вас дамы и господа в этом видео я вам расскажу про турбо бои почему они происходят основные причины как это легко и просто исправить и долго не размусоливая давайте начинать сразу и так первая причина почему происходят эти турбо бои ну для того чтобы они вообще были нужно чтобы у одной из команд получилось быстро преимущество огромное такое чтобы одна из команд это чувствовала видела и поехала реализовывать это путем размена хп брони и так далее нагло выкатывались быстро добивали тех кого меньше ехали дальше еще сильнее наращивать преимущество вот туда-сюда несколько минут уже почти вся команда отправилась в ангар и начинается добивание последних нескольких которые еще несколько минут происходит поскольку они там где-то шарятся на краю карты и боя по сути уже нет самого начала таких боев сейчас полным полно и две причины почему они происходят первое это потому что карты они дают возможность турбо бою произойти они как площадка которая построена прям создана для того чтобы турбо бой мог реализоваться и мог произойти поскольку очень много канавных коридорных туннельных направлений которые сбивают танки в кучу настолько узкую что эта куча танков просто вываливается на другую кучу танков которая чуть поменьше очень быстро и и съедает и едет дальше таких направлений полным полно и карт коридорных очень много следующее что нужно для турбо боя это чтобы это огромная масса танков была в бою то есть нужно много бронированных пт тт ст которые не забоятся ехать и всю эту кучу надо в одно место затолкать чтобы она набилась туда максимально плотно и густо и потом просто лопнула и много танков быстро отправиться в ангар и бой быстро скатится просто в турбо помойку в этом нам поможет балансировщик вторая проблема которая создает эти турбо бои карты у нас дают возможность играть турбо бои а балансировщик создает их ведь нам нужно не только много бронированных жирных танков натолкать в одно коридорное место нам нужно чтобы еще и преимущество у одной из команд было весомое долгие годы разработчики добавляли танки разнообразные в игру и каждый раз пытались что-то там удивить что-то там придумать конечно и исторические танки они добавляли которые были но и много танков которые придуманы на салфетке и каждый раз пытаются добавить какую-то птшка который играется как тяж птшка которая играется там чуть ли не как ст тяж который играется как пт ст который играется как тт окей мы всего этого понадобавляли что дальше а дальше наш балансировщик берет и ставит ТТ против ТТ, СТ против СТ, ПТ против ПТ и закидывает в бой. Вот у нас получается в бою 5 тяжей против 5 тяжей. В одной команде все тяжи бронированные, жирные, мощные едут в город, они достойно себя покажут в городе для удерживания направления или планомерного продавливания. А в другой команде половина тяжей это бумажки картонные, которые могут играть как танки поддержки. Окей, они тоже могут поехать в город и если остальные ТТ бронированные сыграют не глупо, их поддержат ватные бумажные тяжи. Но переходим дальше. У нас есть еще ПТшки, которые тоже могут быть бронированные как тяжи с кучей ХП и тоже поехать в город и помочь своим тяжам. А могут быть ПТшки, которые просто 0 брони сидит в кусту и они в городе никак не помогут. И чаще всего такие игроки, они полноценно прям отыгрывают роль ПТшки, которая сидит в кусту. Они вообще игнорируют какие-либо взаимодействия с миникартой и никогда в жизни никуда не переместятся. Вот он 20 лет в один куст ехал, он там в нем будет сидеть. Хоть вообще даже ему светить даже никто не будет, все равно он там будет сидеть. И никогда в жизни на бумажной ПТшке он не поедет помогать в город. Ведь ему это запрещено. У него же значок треугольника, ему надо в куст. А в другой команде допустим бронированные ПТ и они поедут в город. Вот получается, что еще и средние танки бывают как тяжи и они тоже могут поехать в город. Может получиться так, что у одной из команд в городе в узком коридорном направлении, в канаве, в котловане, в ущелье, где угодно, на любой карте может быть огромное преимущество чуть ли не в два раза. Потому что у них СТшки как тяжи, ПТшки как тяжи, тяжи как тяжи. Они все приехали, они все такие накачанные, мощные, бронированные, с кучей хп. А против них полтора инвалида, все бумажные, не бронированные. Половина ПТшек в кустах сидят, потому что они ватные. И вообще нету СТшек как тяжей. И тяжи все, ноль брони. И все, и держать город некому. Приехала у них там полтора тяжа. Их быстро продавили, поджались под базу. Одна из команд зажалась, все, турбобой. Все рипнулись, отправились в ангар. И таких боев полным-полно. Особенно в глаза бросается, когда балансит 3 бронированные или 2 бронированные ПТ против 2-3 абсолютно бумажных, ноль брони ПТшек, которые сидят в кустах. Если на карте есть коридорные или городские направления, все, это труба. Таких боев я насмотрелся полным-полно. Их куча. Коридорные карты плюс балансировщик, которому просто пофиг, бронированный танк, не бронированный и так далее. Балансировщик должен разделять танки на те, которые едут в коридорные направления и те, которые не едут. А именно бронированные танки, не бронированные танки. Понятное дело, что танкист, у него своя там какая-то жижа в голове и он может на любом танке куда угодно поехать. Но балансировщик изначально одной из команд дает очень часто огромное преимущество в бронированных танках. Потому что ему пофиг. Нарисован треугольничек. А что за этим треугольничком скрыто, непонятно. Ему главное треугольник против треугольника, значок тяжа против значка тяжа и так далее. Но это неправильно, поскольку балансить должно бронированные танки против бронированных, не бронированные танки против небронированных. Все. В таком случае на коридорное направление хотя бы примерно равное количество танков приедет скорее всего. Потому что сейчас их даже нету равного количества. Даже если все бронированные танки захотят приехать, их все равно будет не поровну. Из-за чего у одной из команд будет жесткое преимущество И одна команда с легкостью, с наглостью и очень быстро выдавит другую. Таких случаев очень много и бои, чуть ли не каждый второй-третий это турбобой. Потому что целыми годами люди добавляли эти разнообразные танки. Настолько их понадобавляли, что значок танка класс техники не имеет никакого смысла вообще. Разработчики пытались там какие-то добавить роли танков в ранговых боях или где. Но это все какая-то лабуда, просто туфта. В рандоме нужен баланс, который делит танки на бронированные и не бронированные. На сам класс техники, честно говоря, вообще пофиг. Он никакого смысла в себе не несет. Вот из-за этого и происходят турбобои. А то, что там артиллерия сдерживает турбобои, как говорят разработчики, допустим я верю. Окей, арта сдерживает турбобои. Следующий вопрос, турбобои их мало? Нет. Если даже арта сдерживает турбобои, она справляется? Нет. Все. Значит, что-то нужно делать. Как разработчики за столько лет не догадались, что у них классы техники вообще никакого смысла в себе не несут. И нужно балансить по броне. Либо они догадались, но не хотят это делать. Либо они настолько умные, что не догадались до такой очевидной вещи, что на коридорное направление должно хотя бы примерно одинаковое количество танков приезжать. Именно жирных и бронированных. А не как сейчас в рандоме, с одной стороны всегда танков в два раза больше. Потому что балансировщику все равно, что там за значком класса техники скрывается бумажный танчик без брони. Или бронированный и жирненький. Почему разработчики не убирают эти турбобои, хотя очевидно как их уменьшить в разы. Либо они до сих пор не доперли, как это сделать. Либо они не хотят. Потому что я не думаю, что я что-то гениальное придумал. Это супер очевидно. Я уже до этого дошел несколько лет назад. Я вам на стримах говорил, что бумажные ПТ против бронированных не должны попадаться. Это супер тупо глупо. Из-за этого и происходят турбобои. Напишите в комментариях, вы вообще до этого догадались или нет. Это очевидно или не очевидно. Вряд ли этот видос какой-то там разраб увидит. Потому что я не знаю, насколько видео должно раскрутиться. На нем должны кучу лайков поставить, кучу комментариев, просмотров миллионы миллиардов. Но было бы очень интересно, чтобы разработчик хоть какой-нибудь ответил и сказал, почему это не делается. Это не делается, потому что это почему-то плохо? Или это не делается, потому что до этого сложно догадаться? В принципе все. С вами был Варточек. Играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.